Осторожно, мошенники! В социальных сетях появилась информация, что жителям области якобы приходит СМС о том, что они нарушили режим самоизоляции и теперь должны заплатить штраф. По новым поправкам закона сейчас действительно предусмотрены штрафы за нарушение карантина на сумму от 15 тысяч рублей и за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории. Такой режим введен в Самарской области по становлению губернатора. По сути, это и есть режим самоизоляции. Штрафы за его нарушение от 1 до 30 тысяч рублей для простых граждан. Но, как прокомментировали в правоохранительных органах, такие штрафы дистанционно и уж тем более по СМС не взыскиваются. Рассылки сообщений на телефоны с требованием оплатить их очередной вид мошенничества. Полицейские напоминают перечислять денежные средства на неизвестные телефонные номера и сообщать кому-либо данные банковских карт и пароли от личных кабинетов нельзя. Самарская полиция обращается ко всем. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Полиция так не работает. Верьте только официальным источникам информации. Следует отметить, что за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Как сообщается в официальном паблике коронавируса, оперштаб Самарской области в Тольятти уже оштрафовали по этой статье местную жительницу за распространение ложной информации на 15 тысяч рублей. 36-летняя женщина услышала в парикмахерской, а затем написала фейковую новость в социальных сетях, что якобы от коронавируса в регионе умер ребенок, а количество заразившихся на самом деле больше. Субтитры создавал DimaTorzok